Рядом со мной спикер, который сегодня открывал деловую программу. Виктория, здравствуйте. Расскажите, какую тему сегодня вы обозревали? Добрый день. Я выступала сегодня с аналитической программой от компании ГФК. Мы показывали последние тренды на рынке FMCG. Что у нас произошло с покупателем в 2020 году? Как это сильно повлияло на рынок, на игроков на рынке с точки зрения категории, ритейлеров? Очень интересно, что же произошло с покупателями в этот год, потому что год очень странный, но при этом интересный. Пожалуйста, очень интересно. Много что произошло, но сформировалось, самое главное, три главных запроса покупателя. Первое – это низкие цены. Причем здесь покупатель начал очень внимательно смотреть на цены. И это не как раньше, что люди смотрели на промо и думали о том, что промо – это всегда низкая цена. Они стали более внимательно считать цену за килограмм, за литром. Начали обращать внимание на частные марки. И в принципе, в своем пути выбора магазина, где они совершают покупки с точки зрения низких цен, они уже начали выбирать конкретно магазин более выгодный, нежели какой-то товар на полке. Это первый запрос – низкие цены. Второй запрос – это бесконтактные покупки. Мы видели, что онлайн-рынок у нас рос еще и до этого, и до пандемии. Но пандемия стала таким хорошим стимулом для развития этого канала. Кроме как удобство, главное, наверное, преимущество онлайн-канала, в том числе, это стала и безопасность. В прошлом году безопасность – это было одно из ключевых слов, мне кажется, у нас. В принципе, не только у нас в стране, и везде. И бесконтактные покупки, конечно, очень сильно вырастут. 4% рынка в стомасном выражении от рынка FMCG в национальной России – это онлайн-покупки. Причем онлайн-ритейл у нас в России очень разнородный. Он очень разный с точки зрения самих игроков, таких как Marketplace, экспресс-доставки, операторы доставки. Мы всех анализируем, смотрим, как они будут развиваться. Очень любопытно, кто останется на рынке после выхода из самоизоляции, надеюсь, мы выйдем. И вот этот тренд на бесконтактную доставку, он, конечно, является очень важным. И третий тренд, который у нас сформировался в виде запроса покупателей – это необычный ассортимент. И здесь, наверное, больше идет речь не просто о закрытии своей потребности, что мы видим в низких ценах или в удобстве покупки. Здесь, наверное, больше про то, что человек стал более честен самим собой. В рамках, например, ЗОЖ-сегментации мы видим, что очень сильно поляризовались сегменты ЗОЖ. У нас сильно выросли и выделились ЗОЖ-активисты, и совершенно незожники тоже выросли. То есть если раньше у нас там было еще несколько сегментов посередине между суперактивистами и супернезожниками, то сейчас люди все-таки приняли решение, кто они есть на самом деле. И это такой, на самом деле, достаточно интересный тренд, наверное, про честность к самому себе, что действительно мне нужно, мне нужна самая низкая цена, и поэтому я поеду в светофоры, и мне не так важно качество. Или, например, мне супер важно качество, я готов меньше в килограммах, в граммах употребить, но это будет лучшего качества, я пойду в специализированный магазин. Или, в принципе, мне важно, чтобы не тратить свое время, свои нервы, и я готов на это больше потратить деньги, я закажу онлайн. Это вот, наверное, таких три главных запроса покупателя, которые мы видим, мы анализируем и смотрим, что будет в дальнейшем. Вы анализировали и сложились вот эти три тренда, но наверняка из этого складывается какой-то вектор, что будет дальше с покупателем и его вкусом, и его пожеланиями. Может, у вас уже есть какие-то идеи на этот счет? Моя главная, наверное, идея в том, что покупатель стал более внимательным и рациональным. И те методы, которые работали раньше, красный ценник, большая стрелка, приходите, покупайте, будет все меньше и меньше работать. Люди считают цену за килограмм, больше внимания сейчас уделяют, например, частным маркам. Люди поняли, что иногда частную марку более выгодно купить по набору всех факторов, таких как цена, качество и так далее, нежели товар экономичного, ценового сегмента. Люди стали выбирать конкретно магазин, не просто где они на промо могут нахватать, и вы там разных товара, говорю нахватать, потому что в магазине в основном так это и происходит. Но и они больше пишут списки, опять же, больше рациональности. И, наверное, это связано с тем, что у людей меньше становится денег располагаемых, и они более внимательно к этому относятся. Но очень здорово, что они не отказываются, просто они становятся более внимательными. И здесь, наверное, такой общий тренд не только в FMCG, на честность, на коммуникацию со своим покупателем. То есть любая сеть должна понимать, кто является их покупателем. Если ваш покупатель тот, которому нужна низкая цена, вы предлагаете только низкую цену. Если ваш покупатель хочет персонального подхода, предлагайте персональный подход. Очень важно понимать, кто ваш покупатель, и настроить ту коммуникацию, которая позволит нарастить лояльность. Наверное, вот главная моя рекомендация такая. Знайте своего покупателя и стройте с ним диалог, который позволит построить лояльность. я уверен на ваше выступление сегодня сказал огромную славу потому что все поняли как нужно работать так чтобы выжить в это сложное время спасибо вам огромное спасибо спасибо большое хорошего дня и еще дней выставки спасибо огромное до свидания